турист руси алекс говорит смотри я сегодня русский турист мы пошли погулять в кудаляр адислав хочет мороженое о сегодня мы накупались я вам даже не поснимала море утром было так классно но было уже больше народа они тут переделали куда лера мы с вами уже ходили много раз там красиво а кстати я не посмотрела программку может быть сегодня там джаз она пара горды джаз он говорит не сейчас же я говорю ну конечно не сейчас вечер а в прошлом году помните сколько было весь вывесок тоже все продавали он фасад переделали а вот эту квартиру продают авандра а так больше нет вывесок все раскупили я забыла свою кепку дома александр говорит одевай мою таком александр вспомнил что у него есть шляпа жарко ярко ярко где файлю адапты la la coiffe du la casquette j'ai trop шарик и миша копай anger than не очень дарко наступает сика поэтому я нашел свое номерhof шапа а жми лохо по геми лохо по жми лохо по джейми лохо по джейми лохо по джейми лохо по джейми лохо по отданной фондом марта форма а танец он было А я тоже забыла про свою шляпу, которая в машине оставалась целый год, представляете? Вот, теперь вспомнила. Буду носить, хотя она уже старенькая. Ну и у меня еще одна есть здесь, в Аркаресе. Но на пляже неудобно в шляпах, а так хорошо. Модница, сковородница, шляпи. Любите носить шляпки? Напишите в комментариях. Смотрите, как прикольно сделали, как будто ворота из палок. Красиво, необычно. Вообще здесь красивые домики такие, спокойно на залив выходят. Ой, домики вообще красивые. Красивые. Вон какой ухоженный. Тоже. Это красивые, да, шляпи? Да, это красивые. Это красивые. Это красивые. Мы заехали в наш магазин Супер Ю, который находится в деревне Баркарес, недалеко от нас. Хотели купить салат различный. И вот, посмотрите, какая у нас закупочка на каникулах получилась на 21 евро. Ровно на 21 евро. Я сейчас буду называть цены, которые вспомню. Но, в принципе, цену общую я вам сказала. Итак, каждый вот этот салат стоит евро 24. Маш, это марка Супер Ю. Это марка Флорет, она подороже. Это у нас Айсберг. Он, ну, здесь меньше грамм. Он стоит евро 12. Затем стейки. Котлеты такие из говядины, 15% жирности. Здесь одна говядина. Больше ничего нет. Ни лука, никаких специй. Они стоят, сейчас буду вспоминать, 2,38. Две штучки. Затем Владислав не захотел говядину. Он захотел нарезку куриную. И нарезка куриная стоит евро 46. Два пластика. Это тоже Супер Ю. Ну, какая была, такую и взяли. Затем брокколи. Я буду готовить завтра брокколи в моей мультиварке. Стоит она точно так же, как у нас в Провансе. 0,99. Хотя вчера в магазине в одном были. Стоила, а, ну, в большом каррифуле, в Клеера, стоила евро 58. Точно такая же. Затем у нас закончился черный перец. Я забыла взять из дома. У меня его много. Ну, взяли. Черный перец во Франции очень дорогой. Большая упаковка стоит около 3 евро. А вот 18 грамм стоит где-то евро 50. Напишите, как у вас. С черным перцем у нас дорогой. Но у меня дома много. Но вот забываю брать его сюда. Затем взяли два, я себе взяла, нектарина, килограмм 3,45. Не снижаются вообще у нас ни персики, ни абрикосы, ни нектарины. А абрикосы вообще 4,45. Он был килограмм. За две штучки заплатили евро 11 на перекус. А у Владислава любит, тоже с бабушкой они всегда покупали, вот этих симсонов. Называются они Денотс, по-французски Бене. Четыре штучки стоят 3 евро. Александр взял себе йогурты. Один из сои он любит и один из кокоса. Из сои стоят где-то евро 24 штучки, а из кокоса евро 56. И Владислав взял себе суп, его любимый, гаспачо холодный, из помидорок. Он вообще у нас не очень овощной, но вот этот суп любит. И такой суп евро 96. И прикупил он себе кетчуп, чтобы делать или сэндвичи, или бургеры, или еще что-то. Кетчуп мы покупаем очень редко, в основном мы покупаем только на каникулах. А так мы предпочитаем покупать томатную пасту. И вот такая закупочка у нас получилась на 21 евро. Субтитры создавал DimaTorzok